Витаем вас, здравствуйте, мы Щеденек войны, я Гусь Богдан, мы занимаемся историей, встречаемся с людьми, которые оказались на войне 21 века в городе Харькове, Украина, и дальше их истории, что и как было на этой войне. Сегодня у нас в гостях, представь себя, пожалуйста. Меня зовут Аксенова Елена, я представляю организацию Family Line, а также я имею отношение ко второй организации и Денеджерло. Я родилась в Харькове, в замечательном районе Пятихатки. У нас очень дружный, добрый, отзывчивый один из, как мне кажется, где всегда было много детей, много такой родственной, душевной близости между жителями, как мне кажется. Вот в такой доброй атмосфере я росла и провела свое детство. В моем понимании война в 21 веке в развитом государстве, это было вообще что-то необъяснимое для меня, и естественно, я думала, что такого не может быть, и до последнего верила, что договорятся. У меня до войны был свой бизнес, у меня был свой магазин, и я все равно его развивала до последних дней мирного нашего существования, до войны. Когда мне говорили, остановись, не надо этого делать, наоборот, распродавайся, закрывай, потому что тебе деньги пригодятся, я в это не верила. У меня магазин, игрушки, подарки, канцелярия и всякие бытовые нужды, нужности. Когда пришла война, 24 числа, у нас с мужем дом, мы живем в Русской Лозовой, мы ощутили одни из первых на себе, дом находится возле воинской части, были взрывы, мы проснулись, дети прибежали к нам, паника у нас, у меня и у детей, муж был собран. У меня двое деток, двое мальчишек, у меня дети стояли, у меня такие большие окна в пол, они смотрели на эти грибки, которые после взрывов и детонации образовывались в этой воинской части, и держась вот так вот за окна, я никогда в жизни не подумала, что стекло может выгибаться. То есть настолько были сильные взрывные волны от этого, я не знаю, как это физически можно объяснить, но стекло выгибалось, действительно. Мы еще думали, что на этом дело и закончится, это какое-то, я же говорю, не укладывалось абсолютно в голове. Мы долго сомневались поехать, не поехать куда-то, потому что вроде как прошла волна и затихло все, вроде как все спокойно. Как-то еще был свет первые несколько часов, потом буквально часов, если не ошибаюсь, в 11, тоже недалеко от нас взорвали мост, въезд в русскую лозовую. Тоже ощутили мы на этом это очень сильно. И тут мы поняли, что надо уже собираться, потому что мы оказываемся в непосредственной близости от границы территориальной, мы это понимали. Муж пошел, посмотрел, что это взорвалось, так как никто не верил, что еще война. И пока вот у нас была еще возможность, я, скажем так, я не хватала ценной вещи, как многие делали. Документы, да, я взяла какие-то, но я тогда на тот момент думала, мороз, холодно, где я буду ночевать, как мои дети будут греться, я хватала одеяла и подушки почему-то. Я не знаю почему. Мы очень многое, что оставили, что могли бы взять, и компьютеры, и другую там, и технику, и какие-то гаджеты. И выехали в Харьков к моей свекрови, это мама мужа, в центр метро Гагарина. Этим же вечером были бои очень сильные под пятихатками. Нам просто, мы вечером выезжали, уже стемнело, и как раз через буквально там какой-то несколько, 4 буквально часов сразу были вот эти бои. Через несколько дней уже сразу оккупировали русскую лозовую. Мы, естественно, уже сразу тогда понимали, что дом наш будет, так как он оставлен, будет занят, и, скорее всего, ничего там уже не будет. Но, тем не менее, мы тогда абсолютно об этом не думали, вообще никаких мыслей. Мы жили в центре, начали летать самолеты, начали скидывать бомбы. На второй день мы пошли с сыном в магазин к метро Гагарина, пока мы шли туда. Произошли большие взрывы, мы не понимали, где и что происходит, и мы оказались между домом и метром, мы не знали, куда бежать, то ли домой в подвал, то ли в метро, то есть уже была такая немножко паника в тот момент. У мужа, у мамы на первом этаже находится квартира, под ней сразу идет подвал. И жители этого дома оборудовали достаточно очень хорошее бомбубежище там. Нас было там, наверное, около 30 человек, которые скрывались в этих подвалах. Мы организовали сразу несколько выходов оттуда, чтобы, не дай бог, если нас засыпет, то есть так сплотились. Мы организовали там, было и микроволновка, и тепло, и очень удачно оборудованный подвал всеми удобствами. Так мы прожили неделю, чуть больше недели. И у меня, у ребенка старшего, на нервной почве образовались астматические приступы. Он с ингалятором ходил, потому что у него уже на нервной почве были задышки. И младший ребенок у меня, тоже оценивая уже, насколько близко взрывается, сам ночью вставал и бежал в подвал. Мы как бы не все время просидели в подвале, мы поднимались наверх, и во время обстрелов спускались, сидели там и по ночам сидели. Когда мы поняли, что все-таки серьезные обороты набирает война, которая неожиданно ворвалась в нашу жизнь, абсолютно незнакомые люди, абсолютно, которых мы не знали до этого, предложили нам под Полтавой свой домик, бабушкин домик, где мы бы могли какое-то время пожить, переждать. Никто, когда уезжали, все думали, что это неделя-две, и все вернутся домой. Но получилось, конечно, намного дольше. Мы переезжаем под Полтаву, и первые месяцы муж с нами побыл буквально небольшой отрезок времени и вернулся в Харьков. То есть первое, что для нас, для меня и для мужа в тот момент было, это, конечно же, спасать детей. Муж оставляет меня и уезжает в Харьков. Он как бы не мог сидеть без дела и сразу подключился к волонтерской организации, сразу начал заниматься волонтерством. Мы с Едином Джерелом, на самом деле, еще до войны. Да, да. У нас было несколько проектов, где и консультировал, и помогал нам глава Едином Джерела Александр Миненков и по юридическим вопросам консультировал нас. Это была моя общественная деятельность до войны, а она тоже была. То есть не только я во время войны подключилась. Много людей и моих подружек, знакомых, они поехали за границу спасаться. Девочки со своими детками спасались, потому что, опять же, у меня много с Харькова. Харьков – это фронтовая зона, тогда была очень опасная. И, конечно же, очень много девчонок спасалось от войны. Они меня звали с собой за границу, поехали, поехали. Муж меня уговаривал, прямо чуть ли не говорит, езжай, нечего тебе тут сидеть. И говорит, но я вам скажу, ни один человек, как говорится, не даст мне соврать о том, что я осталась, и я говорила о том, что я знаю, что мне кажется, я могу помочь, я знаю, что я буду полезна здесь. Тогда я об этом говорила, и мама, когда говорила мне, уезжай, вот, нет, я могу быть полезна здесь. Конечно, первые месяцы войны я не понимала, чем я могу быть полезна, кроме как удаленка по телефону. Но, тем не менее, начала я с себя. Я предложила свой товар с магазина нашей волонтерской организации, потому что тогда еще не была налажена гуманитарная помощь, это была буквально первая неделя войны. Конечно же, основной товар, который у меня был, игрушки, это не очень интересно, конечно же, в то время, но, тем не менее, у меня были термоса, у меня были ланчбоксы, у меня были фонари, батарейки, у меня была бритвенная какая-то принадлежность, у меня были те же влажные салфетки, у меня были мобильные аксессуары. И говорю, вот я знаю, что это может помочь. И спросила у руководителя, говорю, ну, нужно вам? Он говорит, конечно, нужно, потому что сейчас это очень важно. Хотя я вам скажу, что когда я обратилась с подобными просьбами к коллегам своим, с других, тоже, которые держат магазины, мне говорили, это зачем твои тормоза, кому нужны они? Я говорю, вы знаете, девочки, если была бы такая ситуация, чтобы мой брат, муж, сын или еще кто-то стоял на блокпосту, тогда было холодно, и если бы ему какая-нибудь девушка, бабушка, женщина, неважно, дала бы вот этот вот термос с чаем, чтобы он согрелся, я бы ей была очень благодарна. То есть, ну, мне, вот, хочешь, ну, в тот момент я вот хотя бы какую-то я хотела вот уже сделать. То есть это были самые первые недели войны. Потом ко мне начали обращаться знакомые подружки, знакомые нашей семьи, те, которые остались в Харькове, потому что, особенно в Пятихатках, у нас произошло как, у нас одни из первых обстрелов тоже пришлись на Пятихатки, это один из самых разрушенных районов сейчас в городе Харькове. И у нас сразу же, естественно, прекратили ходить автобусы, а так как район обособленный, это очень было проблематично уже сразу для местных жителей. Все товары, провизию и товары первой необходимости и в аптеках заребали в первые дни. Поэтому через несколько недель ко мне начали обращаться мои знакомые, друзья, у помощи найти лекарства необходимые, потому что бывало такое, что это жизненно необходимые. Это лекарства при сахарном диабете, это лекарства, гормоны, которые связаны с щитовидной железой, которые просто пропускать нельзя. Это гормональные препараты астматиком тоже, которые, их просто сразу, такое ощущение, что смелюсь в аптеке и все, их очень сложно было достать. Я начала заниматься тем, что ездила по аптекам в Полтаве, области, скупала это все по запросам людям, вот они присылали мне. Тоже с помощью мужа он приезжал к нам, конечно же, проведывать. Мы собирали эти списки лекарств, продуктов, и через него я это отправляла в Харьков. Он это привозил, раздавал, развозил. То есть началась вот такая вот сначала деятельность, моя общественная во время войны. Потом больше стало связываться, больше координационной деятельности вести. То есть уже непосредственно какое-то снабжение, то, что я могла делать, конечно же, удаленно. Потому что первые месяцы войны я очень боялась. Ну не то, что привозить детей боялась. Детей мне не с кем было оставить. Одних я их, конечно же, оставлять тогда не хотела. Мы там в Полтаве стали официально как ВПО. И нас начали приглашать на праздники с детьми, отвлечь детей от всех переживаний, которые тогда были. Мы ездили, и мы там подружились тоже с девочками, волонтерами, которые там жились. Они из Полтавы, которые готовы были предоставить, скажем так, свои услуги по развлечению детей. И я сразу начала напрашиваться, давайте я вам помогу. Потому что, естественно, мне не хватало этого, не хватало общественной деятельности. То есть в тот момент, когда мы ездили на какие-то мероприятия, я тоже помогала им. Вот так вот, то есть не организаторской деятельности, помощью, но параллельно координационной деятельностью и в Харькове занималась. То есть у нас были... Мы принимали от людей заявки, куда нужно, и отвозили гуманитарную помощь. Также я познакомилась тогда с переселенцами с разных городов, которые жили, например, в Полтавском монастыре. Харьковский... Ну, это были Харьковские переселенцы. В монастыре, женский монастырь в Полтаве есть такой. И впоследствии мы туда возили тоже этим переселенцам гуманитарную помощь. Началось это все сначала со знакомых. Они просили меня устроить их где-то в Полтавской области или в Полтаве. Я нашла, общалась с нашим сельсоветом по поводу размещения этих людей. Я обращалась в областную администрацию. Мне дали тоже людей, которые занимаются переселенцами. Они размещали в школах, в детских садиках. И вот таким образом пыталась пристроить людей, которые остались у нас в Харькове вообще без жилья. Чтобы хоть как-то им... Во время того, как они доедут до Полтавы, чтобы им уже было где остановиться, пока они, скажем так, передохнут хоть чуть-чуть от этого всего. В последствии я поняла, что мы там, конечно, уже долго не можем находиться. И, во-первых, далеко... То есть семья разлучена. Далеко Полтава находится все-таки от Харькова, так как надо координировать действия, которые ведутся непосредственно из Харькова. Нами было принято решение перебираться поближе. Мы жили в селе Яблунивка, это Валковский район, где я уже начала ездить... Это весна была. Я уже могла ездить в Харьков. И мы могли уже более делать... Лично я даже, более важные дела, которые были бы еще более полезны. Так, например, после деоккупации села Русская Лозовая Циркуны мы стали ездить туда буквально почти сразу с гуманитарной миссией, с гуманитарной помощью отвозить туда продукты, отвозить туда средства гигиены, медицинские препараты тоже, какие-то аптечки, потому что у них этого тогда вообще ничего не было. Это было... Остро люди нуждались. Когда я видела дома своих соседей, то, что я выезжала до этого, и то, что я увидела... Хоть я уже была готова к тому, что я увижу, но это было, конечно, жутко. Мы в доме очень много всего оставили. Мы оставили машину, еще одну, оставили мотоцикл, оставили, естественно, всю бытовую электротехнику, ничего не забирали. Приехали, и почти ничего нет. То есть у меня нет ни одного целого окна в доме, у меня нет электричества. Электричества с первого дня как не было, так его и нет. У меня нет отопления. У нас взрывной волной автоматические ворота вовнутрь вогнуты. У нас прострелены двери насквозь осколками. Или осколками, но я в этом не очень понимаю. У нас побит фасад осколками, у нас побита крыша. В общем, дом подлежит ремонту, надеюсь. После того, как знала, что будет оккупация, я немножечко тогда больше переживала, но потом все-таки смирилась и направила свои мысли в правильное русло. Мы машину подали в угон, еще когда русско-лозовая была под оккупацией. Потому что это внедорожник, это РАВ-4. Мы были уверены, что его заберут. Это точно. Ну, они забрали телевизор, они забрали пылесос, робот-пылесос. Они забрали компьютер, они забрали даже компьютерное кресло. Мы ребенку на Новый год подарили, вот подросток, ребенок, подарили компьютерное кресло. Он так хотел, его ждал. Выбирали, ездили, они его увезли. Украли синтезатор. То есть, да, холодильники, такое они не брали. Унитазы не срывали, слава богу. Но они перерыли весь дом. Они открыли каждый киндер-сюрприз яичка. То есть, это было вообще... Они детский, сейф-копилка детский, они его разломали, влезли в детский. Если там какие-то были мелкие денюжки, вот пятилетнего ребенка, тогда какие-то копеечки, они позабирали это. Еще тоже, вот я не знаю, как это можно было им применить. Это удивительно для меня, и дико было о том, что у меня ребенок очень любил автоматы, пистолеты младший. У него прям вот стоял большой ящик на первом этаже автоматов, пистолетов, ну так как я еще этим занимаюсь. То есть, я ему там разные покупала, всевозможные интересные, и такие, которые на батарейках мощные, стреляют далеко и метко. И вот ребенок просил их. Говорит, когда уже после деоккупации мы вещи собирали, ходили, ребенок говорит, привезите мои автоматы. Я ожидала, что они будут, ну так как все было перерыто, где-то раскидано, все было потоптано, я ожидала то, что они, конечно же, там, ну все равно они пластмассовые, что их потопчут, как-то разобьют, разломают. Но ни одного автомата в доме не оказалось. Я не знаю, куда они их применили, зачем они их забрали, но вот их нету. Даже поломанных. После переезда, вот, ближе, то есть в Яблонивку, уже начали ездить, работать на хабе, начали ездить в Харьков, уже заниматься более такой, общественной деятельностью, раздача тех же гуманитарных наборов, тоже развоз еды, то есть уже машина была, как бы у нас с мужем две машины, поэтому можно было заниматься и вдвоем, то есть таким, он более в опасные регионы, я, конечно, немножечко в этом плане находилась поближе. Все равно нам это показалось мало. Мы переезжаем уже совсем близко к Харькову, где мы сейчас живем, в Будде, чтобы ездить в Харьков уже вообще каждый день. Я в это время налаживаю, да, и у меня возникают свои идеи, проекты, которые я могу реализовать, то есть с помощью общественной деятельности. Даже сейчас вот у нас есть несколько проектов, которые мы собираемся провести в самое ближайшее время. Один из них, это большое, я не знаю, по-моему, еще не было такого массового мероприятия в городе Харькове по сбору средств для ЗСУ. Предварительно у нас поступил запрос от военных на необходимость медицинского мобильного военного хирургического госпиталя на колесах, то есть это, скажем так, машина, где оказывают первую медицинскую помощь, которая вот буквально спасает жизни. Еще одно направление параллельное, которое я вот что могу, стараюсь сделать, опять же, потому что у меня ребенок-подросток, и это для меня очень актуальная тема. Старший сын, 14 лет, и дай бог, я надеюсь, очень скоро закончится война, мне так очень хочется, но эхо войны, вот эти подарки, которые остаются в наших лесах, на наших улицах, и непосредственно, так как мы живем в области, в области это очень сильно развито, это выбухонно-беспечные прилады, всевозможные мины, неразорвавшиеся снаряды. Для меня это был больной вопрос, сначала я пыталась это на уровне, каком-то классном, я информировала детей о том, какие бывают такие нехорошие предметы, а потом я познакомилась с ассоциацией саперов, мы переговорили, и у меня возникло детей расширить это, то есть я координирую, связываю директоров школ, представителей школ, вот с этой ассоциацией саперов, то есть стараюсь как можно больше, чтобы было собрано детей на такие лекции, они сейчас проводятся онлайн, и больше информировать детей о такой небезопасных моментах, которые могут с ними произойти, чтобы они этого избегали. На самом деле очень хорошая идея, потому что это с пятого или шестого класса начинается, ну они смотрят уже каждый, и до 11-го такие мероприятия проходят, младших классов, конечно, нет, а старшие, да, очень дети сидят, к сожалению, наша проблема сейчас в том, что верное аварийное отключение, и не все детки могут в той или иной программе присутствовать, но координаторы связываются, и этих детей пытаются в другую группу записать, чтобы не упустить ни одного ребенка. Вітаю всіх, мене звуть Берножко Юрий, але в більшості мене знают як слетич або характерник. Я соратник Елены, вона дуже дендітна наша дівчина, і стеснительна, чуть-чуть стесняється, і умалчується о многих вещах, а приємно героических. Ну, я за нею расскажу, потому что это было происходило на моих глазах, і я знаю, що без її роботи багато речі не вийшли, так як я, у мене направлений непосредственно, ЗСУ, Витбудова, Харкова і області, що касається ЗСУ, вона стесняється, є ті, які непосредні работають, а є удалюєно работають, так я можу сказати. Тут вона упустила тот момент, що благодаря їй, її мужу Димі, на направлении нашим Дергачівському була остановлена маса колонн, розбиті і унічтожені. Благодаря тесной роботи з ГРУ, координації і так далі, кроме того, було умолчано для Елены, що вона при деоккупации їздила со мной в сторону Малой Рогані, Кутузовки, Циркуны і до Роскалозовой. Да, первые три дня вони пускали чітко на Роскалозовой, і потім пускали паспортал. Але тех, які вже проверены, які практично наша Тероборона знала, Кракеновцы знали, ми туди їздили, і ми доставляли особено горячі обеди. Ми це делали на вечерній зорі у Йогорчі, це з первих днів ми делали обеди, то, що кормили салтівську лінію метро, тож розвасили. І я можу сказати, дуже багато координації в цьому направлі. Ми помчались, пацаны, тут і тут і діють, але тылы, як ми щас, тылы ЗСУ, то наші тылы, от наших ребят, які непосередньо там работали. Це, поверте мені, дуже важна работа, тому що я приїжаю, і у мене должно быть готово все, все, що мені потрібно. Для наших воїнів, для людей, які на територі, де оккупуванні, а це, поверте мені, дуже важливо. Даже до сих пор, давно Волчанску освободили, але вони потребують, більшої, більшої, більшої допомоги, тому що там, ну, 3-4 часа включають свет, в сутки, і все. Я можу сказати, вот эта вот хрупкая девушка, недавно, получила, дуже большу награду, і я считаю, це достойна награда. Вона получила медаль «Герой Харкова» за оборону Харкова. После активного участия в «Гоу Фемили Лайн» мене познакомили с большим количеством людей, организаторов, руководителів волонтерських движень, і я, познакомившись с ними, ощутила, насколько наші люди стали сплоченими, наскільки вони йдуть быстрими шагами к одной-едині цели. Вони взаємопомогають друг другу, всегда можна кому-то обратиться, тут же тебе одно найдуть, тут другое. Вам сегодня, вашій організації, надо одно, ми нашли, нашій організації, надо. Вони подоскали, і все. То есть, настільки сплоченна сейчас в Харкові обстановка, що, мне кажется, це дуже більшій плюс. Да, імено та человечність і доброта в серця, імено человечність, культура, борьба за те ценности, ми боремося за те ценности, за свободу, за волю, за можливість йти вперед, розвиватися, революціонувати, дістигати все більше. Вот за ці ценності всегда Україна боролась і буде бороться. Я думаю, це той, отримуєшся. Пример наш, тот героїчний, не важливо, чи це можливий, мусіна, сильний, стойкий, чи це хрупа наша дівчина, жінчина, українка. Ми показуємо пример другим, і я считаю, що кожен із нас герой, харьковчанин, київлянин, одіссит, я считаю, вся країна це герой. Ми заслужуємо це звання. Ми показали всіму міру те ценности, які вони проповедували, демократія, вони багато говорили, але по-настоящому происходит именно боротьба, це Україна бореться зараз за те ценности, які всі проповедують і котрим всі стремяться, а воно вже у нас є в серці, в нашій душе, в нашій пониманні життя. Я считаю так. У мене навіть не вонається в голові, що я щось позвоню, попрошу, і мені це не дадуть. Я знаю, що мені дадуть, це само собою разуміюється. Ми друг за другом переживаємо. І я считаю, що українців багато серця. І даже в цьому маленькому хрупому телі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Редактор субтитров А.Семкин